Приветствую вас и, во-первых, хочется сказать так. Ну, вы боитесь ответственности, потому что не уверены, что справитесь с ней. То есть вы, как бы, заранее уже говорите о том, что будете винить только себя, и не на кого будет свалить венку вину. Понимаете, как обстоят дела? Вам нужно понять для начала, в чем вы именно в себе не уверены. Вот в чем конкретно вы в себе не уверены. И это исправьте. Это в возможности устранять. Сразу, конечно, не получится, но постепенно, постепенно это исправлять нужно. Дальше. Следующий момент. Который мне хочется вам сказать. Момент этот заключается в том, что вы сами значит вы сами не боитесь ответственности, потому что это иррациональный страх. то есть для вас это что-то очень страшное. И со страхом нужно бороться. Но прежде чем бороться со страхом, давайте мы с вами скажем еще вот какой момент. Проблема. Видите ли, важное решение это часть человеческих проблем. без которых, к сожалению, без которых, к сожалению, не получается жить. Не получается прогрессировать. Не получается развиваться. только при преодолении проблем можно рассчитывать, что вы будете как-то развиваться, что-то получать. вы будете с вами сам мудрее, опытнее, сильнее и так далее. Если вы хотите развиваться, обозначение своей позиции есть суть не решения проблем. отсутствие лечения проблем отсутствие прогресса и развития. отсутствие прогресса и развития это отсутствие успешной, комфортной, хорошей жизни, которую вы, безусловно, хотите для себя. Ну и, наверное, для других тоже. Дальше, что касается того, что вы будете себя винить. Здесь момент заключается в том, что человек всегда за каждое и любое свое действие может себя винить. Потому что восприятие одной и той же ситуации с позиции субъекта и с позиции наблюдателя, то есть находящегося вне ситуации. Правда. И когда вы находитесь на позиции субъекта, вы принимаете решение наиболее верное для вас. Но вы не можете видеть всей ситуации в целом, потому что это невозможно. Так как есть эмоциональная вовлеченность в эту ситуацию. Когда же вы находитесь в позиции наблюдателя и наблюдаете всю ситуацию целиком, вы не находитесь в эмоциональной зависимости от нее. И таким образом получается, что вы видите ее всю. И естественно, вам кажется, что можно было поступить по-другому. Но вы не могли поступить по-другому. Это всего лишь элижия. Вы не могли поступить по-другому, потому что, простите, когда вы поступали, когда вы принимали решение, вы были в позиции субъекта. Субъекты и позиции наблюдателя это очень родные позиции. Винить себя за то, что вы приняли неверное решение, нет смысла. Но можно извлечь опыт и в следующий раз в типовой ситуации поступить по-другому. И вот тогда будет правильным вам. Тогда будет нормально и естественно. Ошибаться, принимать неверное решение это такая же часть человеческой жизни, как и решение правильное. Без неправильных решений, без негативного результата, без отрицательного результата невозможно получить опыт. Это точно вам нужно понять и принять. Дальше. Что касается страха. К страху есть три подхода. И если говорить вообще, то страх не любит рациональности. Страх всегда находится в области мистических представлений о том, как происходят вещи в жизни, в мире. Человек раньше боялся обычной грозы, потому что считал, что Бог гневается на него и посылает несчастья. Когда стало известно, почему происходит гроза, страх стоит о стихии ушел. Бакханемели, страх мистический. И с любым страхом действует то же самое. Первый подход предполагает, что вы встретились с тем, с чего вы боитесь. Ну, с источником вашего страха. Когда вы его видите, первое ваше желание от него убежать. Задайте себе вопрос. А этот источник страха, он причинить вам вред? Он опасен для вас? На данный момент? Спросите себя об этом, и вы удивитесь, как сильно поменяется воспринимаемая вами картина мира. Задавайте себе вопрос. Может ли реально навредить вам тот источник страха, который вы видите перед собой? Если он перед вами появился. Второй подход. Второй подход выстроен на том, что источник страха может появиться. То есть, есть вероятность. Человек боится не самого источника страха, а вероятности наступления. Определенных негативных последствий для себя. В этой ситуации вам очень нужно, очень нужно задавать себе вопрос. А эти негативные последствия, они еще наступили? Нет. Так чего тогда бояться? И вот так постоянно приучать себя задавать подобный вопрос. поверьте мне, если вы научите себя спрашивать так, бояться вы будете гораздо меньше. Ну и наконец, последний, третий подход. Это то, что описал своего рода Алексей, только немножечко, мне кажется, более подробно. Вы боитесь ответственности, потому что она представляется вам неподъемным грубо-крусом. Но никто не заставляет вас брать сразу всю ответственность на себя. Попробуйте взять ту ее часть, тот кусочек, который вам был бы наиболее комфортен. Пусть это будет ничтожно малое количество ответственности, но возьмите ее самостоятельно и сделайте так, чтобы эта ничтожно малая часть ответственности была вам комфортна. И когда вы сделаете так, что она станет вам комфортной, тогда вы сможете взять чуточку больше ответственности. Тогда вы сможете взять большее количество ответственности и постепенно будете повышать ее. Потому что на самом деле вам понравится, когда вы почувствуете, что можете реально справляться с некоторой долей ответственности, когда вы почувствуете в себе силу, когда вы почувствуете могущество, когда вы почувствуете, что можете, вы сами захотите ее брать. для этого нужно столкнуться с ней, для этого нужно взять чуть-чуть и тогда все получится. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.